Два десятка домов разной степени достатка. Вот уже несколько месяцев жителей села Бобрик-2 в страхе держит ночной вор. Антонина Апалько посоздает события одной из последних ночей. В ее дворе несколько нежилых помещений, так что у незваного гостя было место, где развернуться. Соседка семьи Апалько также материально пострадала от визита грабителя. Соседки, хозяин ей молодой, а что мне сказать бабе 75 лет. Что не страшно? Страшно, конечно. Он у меня уже был в кухне. Вот там у той кухни был. Еще первый раз, как он, он у меня закрутку позабирал, там все позабирал в кухне, чтобы было. Орудует ночной вор в основном в домах, расположенных на окраине села. Дальше либо лес, либо кладбище, либо перепаханные поля. Недалеко от кладбища проживает и семья местного священника. Этот дом преступник посещал за последнее время пять раз. Родственница служителя церкви рассказывает, как профессионально сельский вор вынимал стекла из окон одного из строений и искал ценные вещи. Впрочем, не только ценные. Забирал все, что может пригодиться в быту. Даже кастрюли и дрова. До хати там ломав двері. И все такого поперекидав, шукав гроші, наверное. Что, я не знаю, что он шукав. Робили. Двері зломав, там замок видно, там зломано у хаті замок. Та вже прийшли, там вона кого подзвонила, прийшли та поставили новий замок. А в обличчях хтось бачу людину? Ніхто. Дивіться, де тут. Сусідів нема, нікого нема, ночі. Хто? Кого? Сам боюся вийти. Думаю, що там його гавкають. І як вийде, чи буде стояти, я вийду, і бахне, і все. Бобрик-2 – крупніший із четырех сел Бобрицкого сельсовета. Здесь проживает около 800 человек. При этом в населенном пункте немало брошенных домов, откуда прежние хозяева съехали в поисках лучшей жизни. В таких строениях возмутитель спокойствия какое-то время может переждать. Однако подолгу на одном месте он не сидит. Планчинда Николай, не помню его отражения, который здесь родился, который знает здесь территорию, знает, где прятаться. Могу даже сказать, что пять производств, которые находятся у нас производства, по которым мы установили преступника. Но одна ситуация – то, что не удается его поймать, потому что лицо не имеет постоянного местожительства, может проживать, как и в старых домах, как все не в посадках в летнее время. Подозреваемый в новых кражах Николай Плачинда дважды побывал в тюрьме. Семь лет за двойное убийство. Пенсионерки и своего подельника. Причем поймали тогда Плачинду под Вознесенском. Он вышел и стал искать средства к существованию. При помощи жителей села вора задержали. Он снова отсидел, вышел и все повторяется по новой. Первый раз так же ловили. Тоди збирали, милиція збирала охотников, робили какие-то облавы на него, ну, поймали отсидел. И повторяется снова то же самое. Какие средства защиты есть? Может там уже под кроватью какое-то ружье, топор? Ну, охотник, конечно, есть, чего же нет. А бабушки то с топорами там, с качалками сплят. Боятся того, что, вы понимаете сами, это, вот, когда человек побывал тут, и мы знаем, что он был в местах по избавлениях воли, и шел в него на уме, Бог его знает, теперь страшно выйти на дверь. Вот даже вечером мне страшно, вы бачите, в туалет выйти, потому что Витка, я знаю, может он там сидит где-то и спостерегает за мной. На поиски задержания Николая Плачинды брошены все силы Любашовского района. Другой вопрос, что силы эти не безграничны. К примеру, на шесть сел района приходится всего один участковый. А в целом в районной полиции работает 72 человека. Больше мы их не можем поставить, потому что есть определенные штаты, разработанные Министерством внутренних дел, и потому и, как бы, количество, больше количества, чем нам разрешено, мы утвердить не можем. Это утверждает Киев. Если бы людей было больше, было бы легче, как вы думаете, поймать? Ну, я думаю, да. Тем не менее, Любашовские полицейские оптимизма не теряют. Поймать Николая Плачинду, говорят в органах, дело времени. Последние три недели идет отработка спецоперации, подробности которой разгласят сразу после ее успешного завершения. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер».